Здравствуйте. С вами Самит Алиев. 28 августа Азербайджан беспрепятственно покинуло 170 армян. Но троим все-таки пришлось задержаться. И Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против задержанных на ППП в Лачине Алена Сарксяна, Ваге Афсипяна и Ливона Григоряна. В ходе допроса они признались в надругательстве над флагом Азербайджана, после чего заявили, что искренне раскаиваются и больше не будут. Задержанные отсидят 10 дней, после чего их выдворят за пределы Азербайджана. Вот видите, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые, как искреннее, чистосердечное раскаяние смягчает сердца служителей соответствующих органов. И никогда не забывайте, что мы ничего не собираемся забывать, потому что помним все и знаем всех. Так что никто не уйдет обиженным, а виновные не уйдут безнаказанными. Ни при каких обстоятельствах. Ну и еще немного упоительных историй. 28 августа в Хан Кяньды был обстрелен офис Араика Рутюняна. Замечательная новость. Прям заряд положительных эмоций с самого вчерашнего утра. Правда радость моя несколько омрачена тем, что стрелявшие граждане так ни в кого и не попали. Случилось это примерно в 3 часа ночи, двое пьяных приблизились к офису Араика и открыли по зданию беспорядочную стрельбу. Ну что тут скажешь? Во-первых, военное дело нужно изучать должным образом, чтобы не позориться. Во-вторых, если уж начали стрелять, то стреляйте так, чтобы один выстрел, один Араик. Все вам только спасибо скажут. А в-третьих? В-третьих. Ну что за манеры по пьяни за ствол хвататься? Выпивка на пользу идет только тогда, когда при ней и закуска соответствующая есть. Вот тогда вас никто ханыгами называть не станет, а все скажут, что вы ей обещают ушал варсанас. А вот так вот в подъезде из горла да рукавом занюхивая, а потом на подвиге. Как просто нехорошо. Вы, наверное, еще и матом ругались, а это уже совсем никуда не годится. На нашу благодарность не рассчитываете, но в случае чего мы сделаем вам скидку? Небольшую скидку. Стрельба по Араику будет принята во внимание как смягчающее обстоятельство. Но больше никогда так не делайте. Двигайтесь бесшумно и стреляйте прицельно. Не по окнам, а по силуэтам в окнах. Учишь вас, учишь, все равно одни двойки. Да что тут говорить, погубит вас грамотность без культуры и выпивка без закуски. Прошу понять и запомнить, что ни конфет, ни пряников противникам территориальной целостности Азербайджана не положено, а положено им совершенно другое. Помните у Пушкина в «Капитанской дочке» эпизод встречи героев с сепаратистом? Они сразу узнали его по отрезанным ушам и рваным ноздрям. Гладко у тебя башка выстрогана, говорят ему герои. Вспомнили? Не то чтобы я призываю к методам работы 18 века, но практика показывает, что в вопросе территориальной целостности слабину давать нельзя. И даже потенциальный сепаратист при одной только мысли о сепаратизме должен испуганно вздрагивать и молиться, чтобы у наших соответствующих органов не появился прибор, который умеет читать мысли. Ну и в обязательном порядке читать им тот самый кусок из «Капитанской дочки», о котором я говорил выше. Сепаратисты избрали неправое занятие делом всей своей жизни, поэтому вся эта жизнь у них и не получается. Да и не только жизнь. Неужели непонятно, что миоцубы территориальные претензии очень негативно отражаются на количестве разнообразий, а также качестве закуски? Пьянка со стрельбой, о которой я говорил выше, лучшее тому подтверждение. Так что если хочешь вкусно кушать, ты Баку обязан слушать. А дело сепаров поросячие. Обгадились, вот пусть и обтекают. Дам-ка я еще один совет с соседушкам и недобитым сепаратистам. По доброте душевной вам говорю. Не надо отдаляться от родного очага в поисках жизненного пространства. Костей не соберете. Живите тихонько и смирненько. Да и гулять, выпивать тоже по-людски надо, а не по-скотски. Из горла не пить, на газете не есть, в храмах божьих свиней не держать. К флагу Азербайджана относиться со всем должным почтением. Потому что это вопрос не сколько самоуважения, в вашем случае это еще и вопрос самосохранения. Кстати, в качестве жеста доброй воли сегодня азербайджанское общество красного полумесяца отправило в Ханканди 40 тонн мучных изделий. Караван с гуманитарной помощью разумеется отправится по дороге Ахдам Ханканди. Это не только жест доброй воли. Это еще и прекрасный способ заставить всех недоброжелателей Азербайджана наконец заткнуться. Вот мы отправляем 40 тонн, а если они не хотят этот груз принимать, значит они не настолько проголодались. А потому прекратите визжать о гуманитарной катастрофе. Надеюсь, что зрителю не надоели мои литературные отступления и аллюзии на театральные постановки. Не знаю кому и как, но лично мне очень нравится финал спектакля «Жизнь Галилея» по Брехту. Это было замечательной находкой режиссера театра на Таганке покойного Юрия Петровича Любимого. В финале Галилей стоит в полной темноте прямо посередине сцены, а сцена внезапно заливается ярким светом. И появляются дети. Много детей, которые держат в руках маленькие глобусы. Дети держат маленькие глобусы и раскручивают их изо всех сил. И ни слова больше. Да и наверное не нужен. Потому что именно эта сцена, именно это режиссерское решение было громче тысячи слов. Знаете, наше режиссерское решение тоже было замечательно. Потому что Карабах это Азербайджан, все равно Азербайджан. Это навсегда Азербайджан и на самом деле Азербайджан. Такова объективная реальность. Самит Алиев специально для Калибер Аз. Азербайджан Азербайджан Продолжение следует...